В эфире новости Анапа-Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Мы должны понимать, какое количество экипажа у нас едет, оповещать людей, какое количество наших работников находится на местах. Действовать на опережение. Циклон, который бушует на юго-востоке региона, не затронет Анапу, однако все службы находятся в режиме повышенной готовности. Большое внимание уделяет наше краевое управление, губернатор государственного края. Дружба народов. Взаимодействие с национально-культурными объединениями сегодня обсудили на краевом семинаре, который прошел в Анапе. Сейчас мы приводим в порядок все документы. Всем миром. В Гастагаевской к реконструкции православного храма, которая началась по поручению главы Анапы, присоединились жители станицы. По итогам 9 месяцев Анапа увеличила туристический поток. Эти цифры были озвучены на специальном совещании, которое прошло накануне под председательством губернатора края. На очередной сессии муниципального совета депутаты обсудили результаты участия в нем анапской делегации и подвели итоги. Более 3 миллионов 800 тысяч туристов с января по сентябрь – это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили на краевом уровне, отрасль свои обязательства перевыполнила, в том числе и Анапа, устоявшая перед новым вызовом. То, что у нас все-таки появился Крымский мост, какие-то другие отвлекающие факторы от курортов, но мы не опустились, а наоборот в этом году увеличили, перевыполнили взятые на себя обязательства. По словам председателя совета Леонида Кочетова, автодорога в Крым – это прежде всего возможность выбора для туристов. По мнению депутата и одного из ведущих экспертов Веры Северюковой, чтобы удержать позиции, необходимо развивать как отрасль, так и инфраструктуру, в том числе водоснабжение и ливневую канализацию. Нам нужно об этом думать и, конечно, в следующий бюджет финансовому комитету совместно с финансовым управлением думать и вкладывать туда определенные деньги. Кроме того, необходимо привлекать больше туристов в межсезонье, в том числе на минеральные воды, которые как минимум не хуже, чем в тех же Ессентуках. Также нужно досыпать песком лечебный пляж. Эти и другие вопросы не решить без участия тех, кто зарабатывает деньги на курортных факторах. Все это будет бессмысленно, если не будет наполнения бюджета. А наполнение бюджета только от предпринимателей и частных предпринимателей, и больших коллективных средств распещения, которые стоят на учете налоговой, которые платят взносы во все бюджеты, которые только есть, и которые наполняют бюджет. Свыше 30% бюджета состоит из этих взносов. Если этого не будет, то все остальное, что мы с вами мечтаем, о всех программах, это все будет бесполезно. План по курортному сбору также перевыполнен. Предполагали собрать 13 миллионов рублей, получилось 15. Эти средства планируется направить на реконструкцию центральной набережной. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратцев провел в ТАПСЭ специальное заседание по ликвидации последствий стихии на Кубани. Он поручил действовать на опережение. В Анапе проверят эвакуационные пункты и другую инфраструктуру. Пока прогнозы не предвещают значительного ухудшения погоды, однако все службы сейчас находятся в режиме повышенной готовности. На связи в режиме селектора вице-губернаторы, руководители краевых и федеральных служб и муниципалитетов. На юго-востоке региона бушует циклон. Осадки значительно выше нормы. Глава региона поручил не ждать, когда стихия застанет врасплох. Заблаговременно подготовить эвакуационные пункты. Обеспечьте их питанием, горячим питанием, водой. Вы ощущения должны быть теплыми. Люди не должны ощущать дискомфорта с того, что их эвакуировали. Понятно, что душа у них будет дома, они будут переживать за их постоянное место родительства, но тем не менее жизнь дороже. Жизнь дороже. Поэтому давайте поможем людям справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Службы города-курорта уже вторые сутки отслеживают ситуацию. Первый заместитель главы Сергей Петров поручил проверить готовность эвакуационных пунктов, систему оповещения, а также персонала, который может быть поднят по тревоге. Мы должны понимать, какое количество экипажа у нас едет оповещать людей, какое количество наших работников находится на местах. О том, чтобы списки эти были актуальны, обязательно проверить телефоны. Попрошу вас всех быть в режиме повышенной готовности. По оценкам специалистов, такой режим будет действовать до двух суток. По данным синоптиков, пока циклон движется в восточном направлении, противоположном от Анапы. Однако на побережье погода может быть переменчивой, а задача муниципальных служб – быть готовыми к любым поворотам. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сделайте необходимые выводы и примите все меры. Такую задачу поставил губернатор Кубани на селекторном совещании, в котором приняли участие директора анапских школ и вузов, руководители охранных предприятий, представители правоохранительных органов и администрации города. Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо не только проанализировать причины трагедии в Керчи, где погибли десятки школьников, но также сделать выводы и принять меры по предотвращению подобных ситуаций в крае. Одна из превентивных мер – это создание горячей линии психологической помощи подросткам, попавшим в сложную ситуацию. Специалисты, работающие на таких линиях, должны реагировать на все тревожные сигналы и при необходимости передавать информацию силовикам. Также, по словам руководителя края, необходимо проводить мониторинг интернет-ресурсов, создавать группы, которые будут отслеживать активность учащихся в интернете. Сегодня для учащихся будет проводиться профилактическая разъяснительная работа. Все охранные организации в Анапе будут переведены на усиленный режим. По итогам совещания было принято решение о формировании рабочей межведомственной группы, которая разработает стратегию противодействия идеологии экстремизма. Сегодня более 80 представителей органов государственной власти и местного управления со всего Краснодарского края приняли участие в семинаре по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями. Подробности в нашем материале. Самый крупный в России центр национальной культуры находится в Краснодаре. В его состав входят более 30 общественных организаций. Сегодня на территории Кубани в мире и согласии проживают представители 124 национальностей. В семинаре приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами межнациональных отношений со всего Краснодарского края. Одна из основных задач, по их мнению, это культурное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Анапе эта работа поставлена на высоком уровне. На курорте нет конфликтов на межнациональной почве. Опыт взаимодействия со всеми конфессиями и представителями разных народов, проживающих на территории, наработан большой. В том числе и поэтому именно наш город был выбран местом проведения семинара. Участвуют и органы власти, и правоохранительные органы, естественно, наши все образовательные учреждения, все религиозные организации. Работа важнейшая и мы желаем всему нашему семинару плодотворной работой на нашей Анапской земле. Как считают участники семинара, межнациональный мир на такой большой территории – основа благополучия края. Работа должна включать не только праздники и фестивали, но и заседания круглых столов с представителями Центров национальных культур, а также встречи с лидерами диаспор. Здесь хорошие присутствуют преподаватели Кубанский госуниверситет, руководитель Центра национальных культур Краснодарского края. И люди, которые на местах что-то делают, могут позадавать им вопросы для понимания, вот опять-таки прояснения нюансов, что можно делать, что нельзя, как работать. Какие-то, ну, самые-самые последние. Это такая вот учеба, повышение квалификации. В первую очередь, огромная благодарность всем национальным сообществам, которые понимают, что они живут на Кубани, что это наш общий дом, и здесь необходимо постоянное взаимодействие для развития Краснодарского края. Межнациональная дружба и согласие, вопросы миграции в Краснодарском крае, а также профилактика экстремизма – эти и другие темы обсудили участники семинара. Это и подведение итогов, проведенной за год работы. Программа также включает работу круглых столов и экскурсионную программу, которая познакомит гостей курорта с достопримечательностями Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. В станице Гастагаевской реконструкция православного храма вышла на финишную прямую. Началась она летом по поручению главы Анапы Юрия Полякова. Еще в 80-е годы складки и помещения передали под церковный приход. С тех пор он не ремонтировался. Этот храм сегодня единственный на весь сельский округ. Наша съемочная группа побывала на этом, ставшем теперь действительно народном строительстве. Ситуация изменилась после обращения жителей станицы к главе города. Юрий Поляков дал поручение найти решение вопроса. Практически через месяц в Гастагаевской началась реконструкция храма. Основные работы уже завершены. Было заменено покрытие крыши, а главное установлен настоящий купол. Раньше его роль исполняла самодельная конструкция, построенная местными жителями. Для тоничников, для людей, кто проезжает мимо, для гостей. Теперь храм приобрел новый, правильный, настоящий свой вид. Теперь люди уже узнают его сдалека, благодаря этому куполу. Сейчас ведутся работы по подготовке земельного участка. На этом месте появится новый храм. Как говорит отец Георгий, теперь строят всем миром. Кто-то вкладывает денежные средства, другие ведут строительные работы. С Божьей помощью все получится. Надеемся на это. Сейчас мы приводим в порядок все документы по земле, объединение двух участков в единый. Потом получение градостроительного плана. Ну и уже благодаря тем, кто отзовется, людям начнем строительство храма. По словам прихожан, реконструкция храма – пример того, что любую проблему можно решить сообща. Рядом со старым зданием, который уже не может вместить всех желающих, появится новый храм на полтысячи человек. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова